здравствуйте друзья давайте мы поразмышляем с вами от кого нас тут все спасают сама тема спасения очень интересная мы над ней никогда не задумывались нам однажды пришли проповедники и сказали что вам нужно спасаться только от кого спасаться не совсем понятно либо спасаться нужно от дьявола чтобы у нас в аду не либо надо спасаться от бога чтобы он нас тоже не отправил в ад к дьяволу этот вопрос честно говоря в христианстве ну как-то не очень понятен от кого мы все спасаемся либо от бога либо от дьявола либо от грехов своих ну там же написано что иисус пришел спасти своих от грехов их но это понятно от грехов нужно спасаться ну точнее как от них спасаться за тобой же грехи не гонятся чтобы от них спасаться они же не собаки которые гонятся за тобой грехи просто нужно перестать делать а перестать делать грехи я думаю легко потому что все находится в нашей воле в нашем выборе просто если ты не хочешь делать грехи просто перестань делать и начни слушать свою совесть потому что именно совесть всегда говорит тебе и подсказывает что хорошо что плохо на тему спасения конечно для нас тут затеяли знаете такую интересную игру опять же непонятно от кого спасаемся однажды иисус разговаривая женщиной сказал следующие слова спасение от иудеев очень загадочная фраза ее можно понимать но абсолютно по-разному доли иудеи являются нашими спасителями и от них спасения то ли здесь фраза в другом смысле что нужно спасаться от иудеев напишите мне пожалуйста в комментарии что значит спасение от иудеев с другой стороны мы видим что иисус всегда с иудеями вступал в пререкание за что в принципе и был всегда преследуем допустим синагоге когда он прочитал из пророка исаи его вообще хотели вытолкнуть со скалы сбросить но он обошел их и ушел ну день то был субботний видимо по субботам рук нельзя было возлагать на человека поэтому ему в этом плане повезло что его не смогли схватить руками иначе если бы его руками зашива расхватили то они бы его выкинули а так видимо наверное в субботу нельзя было за шиворот человека таскать в сторону обрыва не знаю вот такие вот интересные ситуации да с другой стороны некоторые говорят что они иудеи но суть не таковы а сборище сатанинское это в евангелии говорится и вот мне все непонятно от кого мы тут все спасаемся что за игру с нами тут затеяли игра в спасение да от кого от чего спасаться вот если просто еще глубже подумать и проанализировать получается вообще интересно до иисуса христа значит никакого спасения не было и бог в спасение ни с кем не играл никого не спасал получается у нас миллиарды жителей земли до иисуса богу не нужны были ну не было никакого спасения в ад они все шли по каким вообще принципам бог людей принимал ветхом завете а у нас ведь китайцы японцы славяне индусы там до кого вообще только нет корейцы там вьетнамцы белые красные черные желтые аборигены какие-нибудь знаете там которые белого человека в глаза ни разу не видели живут просто где-нибудь в прериях в глубоких джунглях им тоже спасаться надо от кого вопрос вот понимаете мы не хотим или боимся думать шире просто вот не думаем или не хотим не знаю вот ответьте мне мы или реально не думаю или мы не хотим думать а может вообще третий вариант может нам думать нечем может нам настолько мозги запудрили что уже думать нечем вот напишите мне пожалуйста от кого мы тут спасаемся от кого и от чего и зачем вообще вот эта игра в спасение и спасителя зачем вот жизнь человека от бога никто же из вас не может сказать что дети на землю приходят не от бога все говорят что дети от бога вот дитё пришло от бога грубо говоря из царства небесного душа да а ей уже сразу говорят и грешник тебя надо спасать от кого вопрос спасать и он же только что от бога родился грубо говоря у человеку сказали что в нем первородный грех а в честь чего вы так решили только ли только лишь потому что так написано в библии что водами все согрешили все грешники по определению но вы не учитываете следующий момент а именно кроме адама и евы существовали другие народы и раз уже на земле ну если согласно библии водами все согрешили то согрешили водами только потомки адама и евы я себя не считаю потомком адама и евы но абсолютно не считаю почему даже считать себя их потомка но во первых от двух человек по имени адам и его не могут произойти все расы ну не могут раз и все все рода слова национальности мне не очень нравится какое-то нерусское слово с очень непонятным смыслом а если понятным то каким-то не очень хорошим нам больше понятнее говорить по роду вот допустим у нас везде даже вот откройте библию там нет никаких национальностей там все по родам открывайте к примеру бытие там все по роду у травы свой род у деревьев свой род животные по роду своему люди по роду у нас даже в языке нашем все начинается с рода родители родословная вообще слова родословная вообще прекрасная можно понять с двойным смыслом рода словно и то есть род слова или к примеру рода славная до означает славного рода вот это лучше относится к человеческим существам родители родословная родня родичи сородичи да как хочешь все с рода начинается в принципе поэтому от кого спасаемся каин когда брата убил он боялся выйти за территорию эдема почему потому что он знал что там живут люди которые могут его убить то есть он понимал что его ни одна народность не примет почему за убийство то есть я так понимаю что он боялся что его могут убить ну или отвергнуть почему да потому что какому племени так скажем или роду нужен человек который родного брата убил из-за зависти кому такой нужен никому поэтому каин должен был отдельно и себе сделать поселение взял себе как считается сестру сестру то есть не с какого-то иноплеменного народа сестру родную считается взял мне тоже еще интересно как ему адам и ева могли свою родную дочку отдать к примеру то есть каин убил брата ну там пройдите про женщин не написано вообще библия подозрительным образом умалчивает вообще женщинах каин убил да христиан христиане считают сестру родную взял женой и ушел ну ладно вот ушли они двоем как вы себе представляете они двоем могли город построить объясните ушли они куда в лес в пустыню чтобы построить даже дом это нужно я не знаю оборудование и так далее как вот каин пошел в землю но да там и там уже целая его родословная видно они там музыканты были орудия разные изготавливали с чего с какого два человека вот ваша с двоих женой отправь куда-нибудь за пределы города ну я посмотрю как вы город построить вы построите город двое нет с чего либо цивилизация уже было возможно цивилизация была и каин где-то пробил что-то надыбал как говорится может быть что-то и построил но хотя в том ракурсе как нам все преподносится ребята практически невозможно построить город будучи изгнанник из небольшой территории эдемского сада ну и опять же спасение вот от кого вы спасаетесь напишите я что-то так подумал анализировав мне вообще спасаться не от кого кого от своего родного отца небесного спасаться так у меня отец нормальный то есть он не обещает меня убить уничтожить я не боюсь отца своего небесного почему это я должен бояться отца небесного и мать небесную любовь тем более не боюсь я наоборот хочу жить в кругу любви и света по совести по совести от кого мне тут спасаться я живу никому вред не приношу что меня ватт за это отправит понимаете вот удивительная концепция даже вот в библии читая мы читаем иисус есть любовь да вот он проповедовал любовь это самое прекрасное учение да но с другой стороны тот же иисус согласно библии будет всех убивать ну в смысле убивать ватт приговорит всех кто не поверил в его существование то есть если ты любишь людей любишь природу окружающий мир но к примеру ты сомневаешься в том что допустим такая личность как иисус когда-то существовала тебя за это ватт отправят вот примеру я вот исполняю общечеловеческий кон жизни правила жизни то есть я не причиняю вред людям я не причиняю вред себе то есть я свой храм свое тело не оскверняю не куревом не пойлом не наркотой вот ну может быть единственного у меня проблемка есть там сладости люблю от чего набираю лишний вес это проблема конечно не оправдываю я не причиняю вред окружающему меня миру природе вот я живу по любви то есть в моем понимании жить по любви это не наносить никому урона и ущерба единственное конечно если ты придешь меня бить конечно я буду защищаться и я не буду подставлять вторую щеку но вот я живу такой жизни что я согласно христианской концепции меня ватт надо отправить да я не читаю библию уже больше года ну не читают так как я ее раньше читал то есть мне она на сегодняшний день уже ну не интересно я уже понял и так все что там написано и многие вещи которые там написаны я с ними не согласен и будучи служителем и проповедником постоянно я оправдывал всякие там убийства уничтожение людей народов и говорил вот они все плохие бог знает что делает что это за бог ребята который убивает и уничтожает людей ладно люди можно сказать грешники сами друг друга там из-за корысти и жадности еще из-за каких-то убеждений друг друга убивают но богу-то зачем приказывать допустим в библии мы видим что сам большой человека убийца это сам бог то есть он убивал и истреблял огромное количество людей иисус сказал что вас грит отец дьявол человека убийца вот кто может объяснить так от кого спасаться может по факту спасаться нужно от библейского бога может наш бог он действительно не такой как нам о нем написали и преподнесли тем более говорить что прошло две тысячи лет от основания христианство и библию никто не изменил за две тысячи лет вот скажите почему мы такие наивные почему мы верим что люди такие же грешные как и все остальные не могли изменить библию ни разу ну вы просто изучите официальную хотя бы историю происхождения библии в славянских народах наши народы ее увидели только в девятнадцатом веке вопрос 19 веков подряд где она была почему ее простые люди не видели я имею ввиду русскоговорящие почему почему ее прятали скрывали почему она была только у священников и люди верили священникам на слово что они там расскажут и только в девятнадцатом веке и и пустили в общий тираж и вот мы ее сегодня к примеру имеем в виде синодального перевода другие есть переводы которые отличаются и при этом мы толдоним библия неизменное слово божье и так я так 20 лет заявлял а сейчас смотрю хочу быть честным сам перед собой изменное много там измен перемен переводы один от другого отличаются каждый переводчик говорит что его перевод лучше одни говорят что тонах иудейский ну то есть ветхий завет говоря по нашему для них это не ветхи для них это книга настоящего времени все заповеди там их 613 это для христиан он ветхи для иудеев он не ветхи для них чуждо даже такое понятие как ветхи интересно как все размышляю об этом ладно давайте друзья мои счастливо всем так вот такие мысли у меня на сегодня простые короткие так что подумайте от кого там нас все спасают от кого нам всем спасаться я вообще ни от кого не спасать мне спасаться не от кого абсолютно всем удачи спасибо Продолжение следует...